Участники митинга, которых по оценкам организаторов собралось более 5000 человек, основательно подготовились к этой акции. В руках у людей были плакаты с лозунгами на тему экологии. На многих были надеты респиратор и противогазы. Таким образом, люди выражали свой протест против загрязнения окружающей среды и призывали городскую власть и собственников крупных промышленных предприятий установить очистные сооружения на объектах, где есть вредные выбросы. Мариупольцы требовали соблюдения конституционных прав граждан Украины на возможность дышать чистым воздухом, ужесточить природоохранное законодательство и увеличить штрафы за его нарушения. А в обращении к президенту Украины попросили Виктора Януковича взять под личный контроль ситуацию с мариупольской экологией. На жалобы смога горожанам приходят отписки с местного исполкома о том, что извините, мы боремся, вводятся действия при НМУ, неплаварядных метеоусловиях, а вы потерпите, к 2020 году станет легче. Просто кто останется к 2020 году? Как считают организаторы митинга, в Мариуполе не выполняется принятая экологическая программа, а проводимые мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу явно сведены к минимуму. За последние два месяца этого года город систематически накрывает удушливый смог с резким химическим запахом. С каждым днем все становится хуже и хуже. То есть мы не требуем закрытия заводом, мы требуем их модернизации, чтобы на них поставили фильтры. Сразу после митинга 13 октября, во время которого было относительно чистое небо, буквально через час опять задымили заводы, следующее воскресенье вообще невозможно было выйти из дома, и целую неделю после этого вообще травили невыносимо, дети очень многие позаболели. Многие неравнодушные мариупольцы приняли участие в митинге. Люди не просто протестовали, а ставили свои подписи на специальных листовках, которые организаторы этой экологической акции намерены отправить в городскую санстанцию, прокуратуру и, конечно же, в горисполком. Учитывая сложность ситуации, которая вызвала большой общественный резонанс, городской голова Юрий Хатлубей провел пресс-конференцию для мариупольских средств массовой информации. Я живу в этом городе, в этом городе живут мои дети, мои внучки. Поэтому я ничуть не меньше заинтересован, чем каждый из вас, чтобы тут была здоровая среда. И организаторов митинга, и журналистов, собравшихся в малом зале Мариупольского горсовета, интересовал главный вопрос. Почему в последнее время так часто город накрывает смог? Кто виноват в этом и какие действия предпринимает мариупольская власть, чтобы изменить сложившуюся обстановку к лучшему? У Юрия Хатлубея были свои аргументы. Пытаться кого-то обвинить в этой ситуации, я смысла не вижу. На 24% сократились объемы производства комбината «Завсталь» против прошлого года. Выведен полностью мартеновский цех. Осталось всего три коксовых батареи. Остается первая, третья и четвертая. По сути, при таком сокращении производства, как могут увеличиваться выбросы? Инициаторы акции протеста предложили городскому голове ужесточить существующие штрафы за загрязнение окружающей среды в сотни раз, ввести уголовную ответственность за неиспользование очистного оборудования. Юрий Хатлубей поддержал прозвучавшие предложения и заметил. Один из вариантов – это изменить подходы по контролю за работающими металлургическими агрегатами. Для этого надо внести изменения в закон и выстроить таким образом, чтобы экологическая инспекция имела право в любой момент прибыть на предприятие и проверить работу агрегатов. Больше того, коль эта проблема носит общественный характер и является острой и социальной, должны иметь право и общественные организации через своих представителей тоже смотреть эти объекты. Пока шла пресс-конференция, митингующие пришли к зданию горсовета. Рядовые участники этой экологической акции требовали от властей безотлагательной и продуктивной реакции на сложившуюся обстановку. Несмотря на то, что стемнело, люди не собирались расходиться и поддерживали друг друга скандированием лозунга «Против бездействия власти». Чтобы не накалять эмоции, по завершении пресс-конференции Юрий Хатлубей вышел к митингующим и высказал свою позицию. Ужесточить штрафные санкции, вплоть до уголовной ответственности за работу на неисправном оборудовании на металлургических агрегатах, чтобы требования выставлялись не исполкому городского совета и городскому голове, а тем, кто нарушает закон о выбросах. Больше того, мы договорились с организаторами митинга, с Максимом Бородином и Леонорой Гайворонской о том, что резолюция митинга полностью будет отработана на сессии городского совета. Она будет доведена до сведения руководства, до правительства. Мы с большим уважением относимся к вашей гражданской позиции. Здесь ничего нет личного. Здесь есть четкая позиция защитить интересы города, городской громады. Мы ее полностью поддерживаем. Виталий Драчук, Михаил Ребристый, программа «События дня».